Детский духовой оркестр и юные барабанщицы встречают самарцев у входа в один из самых торжественных парков города. Ввысь взмывают фонтаны. Такими красивыми самарцы их давно не видели. Парк отремонтировали к юбилею Великой Победы. Дорожки, газоны, детские спортивные площадки, мемориалы, памятники, установленные в парке, теперь всё на должном уровне. Здорово сделано. Привели в соответствие, как должен быть, особенно к 70-летию. Нужен для поколения, молодого поколения, чтобы они не забывали, что была такая война. Всегда нужно помнить об этом. И плитку положили, и цветы насажали, и новые детские площадки, и вот ещё и церковь пристроили. Так что очень много всего сделано было. В связи с 70-летием нашей Победы приятно, что наш руководитель не забывает облагораживать места, когда люди ходят отдыхать. И здесь памятник Карбышеву, например, могут люди возложить и цветочки, и вспомнить, детям рассказать про его подвиг. Парк в советском районе Самары был основан в честь 30-летия Победы. К 70-летнему юбилею он преобразился. Ремонт начали в прошлом году, завершили как раз к празднику. На центральной площади, где памятная Стелла, Вечный огонь, мемориальный комплекс с куйбышевцем, участникам Парада Победы в Москве 1945 года и памятник Дмитрию Карбышеву, каждый житель города вспоминает о подвиге участников войны и тружеников тыла. Куйбышев, да и не только город Куйбышев, но и Сызрань, и многие другие наши города и сёла унесли просто огромный вклад в Великую Победу. Мы должны сделать всё, чтобы отдать дань памяти, дань уважения тому поколению, которое ковали победу и в тылу. Куйбышевцы не только помогали фронту в годы войны, но и после восстанавливали страну. На эвакуированных заводах развивали промышленность. Все наши помыслы, вся наша энергия и все наши силы должны быть устремлены на то, чтобы та слава и тот трудовой подвиг, который создавался десятилетиями, были продолжены в нынешней ситуации. А жизнь нам даёт очень уникальную возможность и сделать наш город более сильным, более красивым, действительно опорным центром нашей Великой Родины. Юное поколение гордится и помнит подвиги дедов. На торжественном открытии собрались воспитанники почти всех военно-патриотических клубов города. И грянул День Победы в исполнении 21-го духового оркестра.